Здравствуйте, начинаем наш вебинар. Меня зовут Кострюкова Марианна, я консультант-аналитик по программам фирмы 1С. Тема моего доклада «Система настроек в системе 1С зарплаты управления персоналом». Если у вас будут возникать вопросы по ходу вебинара, прошу писать вопросы в чат, обязательно на все вопросы я отвечу в рамках вебинара в конце, либо если не успеем, потому что вопросов много будем рассматривать, то обязательно свяжусь с вами после вебинара. Тема моего доклада посвящена системам настройки в программе 1С зарплаты управления персоналом, которые появились буквально за последние несколько месяцев. Ну и следя за изменениями в системе, я предположу, что конфигурация зарплаты кадра больше всех, по-моему, пострадала от коронавируса, потому что появилось очень много настройок, поэтому в свой доклад я включила существенные изменения в системе, которые были подкреплены вопросами от пользователей, ну и моей практикой работы на предприятии. на предприятиях. Ну, кратко повестка вебинара у нас будет обширной достаточно, сначала мы рассмотрим новые новшества, версии, которые вышли 15 октября, посмотрим настройки введения электронных трудовых книжек, разберемся с нюансами в учете нерабочих дней в связи с коронавирусом, посмотрим механизмы настройки рассылки печатных форм документов, рассмотрим параметры указания кодов доходов и удержанных сумм при выплате зарплаты через банк в ведомостях, рассмотрим новый порядок работы с документами больничной листа и отпуска, познакомимся с механизмом изменения подписантов в документах и посмотрим новые возможности, которые появились при назначении плановых начислений сотрудникам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Ну, начнем с новых изменений, которые были сделаны в последнем релизе. Первое – это были обновлены ставки для тарифа организаций, работающих в области IT. С 2021 года добавлен новый тариф. Организация разработчики электронной продукции, его можно применять с 1 января 2021 года. Далее, в связи с отменой ЕНВД с 2021 года потихонечку разработчики убирают поля в формах документов и справочниках в программе. Далее, важные изменения – это реализовано получение с ФСС извещений о представлении недостающих документов для прямой выплаты пособий. Для этого нужно быть подключенным к сервису 1С-отчетность. Ну, и новый документ так и называется – извещение ФСС. Кроме того, реализована поддержка системы электронного документа оборота с ФСС-филиалов, которые не зарегистрированы в ФСС. Кроме того, в документах Пенсионного фонда Российской Федерации реализовано отражение статуса документа для отправки через 1С-отчетность. И если документ был уже отправлен в ПФР, то данный документ становится недоступен для редактирования. Кроме того, расширенное количество знаков в поле номер трудового договора было 13.25. Далее, перейдем к учету электронных трудовых книжек. Ну, на этом слайде я перечислила краткое мероприятие по переходу на ЭТК. Можно будет посмотреть потом. Ну, чтобы не тратить время, пойдемте дальше и ответим на самый наиболее частый вопрос, который возникает у пользователей. Это как при оформлении на работу нового сотрудника работодателю документально оформить его страховой стаж. Если данный сотрудник уже другого работодателя ранее перешел на ведение трудовых книжек в электронном виде. Ну, здесь Пенсионный фонд дал рекомендацию работодателям и работникам, что работодатели хоть и не обязаны, но вправе при приеме на работу требовать от работника предоставить трудовую книжку. И если работник не предоставляет трудовую книжку при приеме, и ему нечем подтвердить свой страховой стаж, то значит он фактически теряет свой страховой стаж, который он выработал у предыдущих работодателей. Поэтому работодателям снимается копия трудовой книжки и составляется справка о страховом стаже работника на момент приема на работу. Ну, после этого трудовая книжка возвращается работнику. Поэтому статус документа, подтверждающего трудовой страховой стаж, трудовой книжки никто не снимал. Берегите, пожалуйста, свою трудовую книжку и донесите. Нужно максимально возможно в полном объеме доносить данную информацию своим сотрудникам. Дальше, вот какой вопрос часто тоже встречается, это как определить дату выбора способа ведения трудовой книжки при приеме на работу. Здесь нужно попросить сотрудника получить на сайте госуслуг или в МФЦ форму СТД ПФР. В данной форме будет информация о дате получения заявления о способе ведения трудовой книжки. Кроме того, хотелось бы отметить, что состав кадровых событий, который должен передаваться организации в Пенсионный фонд, то он ограничен вот этими мероприятиями. Это прием, увольнение, перевод на другую постоянную работу, передача сотрудникам заявления о способе ведения трудовой книжки. Кроме того, тоже вот нужно передавать события, если работодатель изменил наименование, работнику установили вторую и последующую профессию, или судом в отношении работника вынесено отношение, решение о запрете занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В связи с этим программа «Умная» понимает, что нужно отражать в трудовой книжке, что нет. Поэтому здесь, если мы посмотрим на документ «Кадровый перевод», мы видим поле «Отразить в трудовой книжке», который недоступен для редактирования. Если мы, например, захотим изменить право на отпуск сотрудника или перевести его на другой график, то поле недоступно. Но в том случае, если мы захотим, например, перевести сотрудника в другое подразделение или на другую должность, то данное поле становится доступным для редактирования. То есть программа сама понимает, что это событие, которое нужно автоматически отражать в ЭТК. Кроме того, хотелось бы отметить, что появилось поле достаточно давно уже, это номинование документа, который будет передаваться именно в формате электронной формы для передачи в пенсионный фонд. Здесь пользователи сами могут произвольное номинование документов указывать. Кроме того, появился дополнительный номер, который тоже передается в электронном виде в пенсионный фонд. То есть не тот номер, который программа автоматически сгенерировалась, а тот, который пользователи могут вести у себя на предприятии. Кроме того, хотелось бы отметить, что номера кадровых приказов можно вывести и в журнал документов кадровых. Это по закладке «Еще», «Изменить форму», «Настройка формы» и отметить флажок «Номер приказа», «Ссылка». И тогда номер приказа будет виден в форме списка документов. Как вносить исправление в ранее поданное сведение о кадровых мероприятиях? Здесь это кнопка «Исправить» в документах кадрового учета. Либо, если мы корректируем мероприятие без внесения исправления в исходный документ, то нужно использовать документ регистрации трудовой деятельности. Данный документ располагается в пункте «Неотчетные справки», «Электронные трудовые книжки», «Регистрация трудовой деятельности». Посредством этого документа мы можем вносить как исправление в ранее переданные сведения, так и отражать переименование организации. Для понимания механизмов работы системы мы должны знать о том, что разработчики добавили новый объект конфигурации для ведения мероприятий, которые должны отражаться в электронном виде. Это мероприятие трудовой деятельности. И хочу обратить внимание, что каждое мероприятие имеет идентификатор. Поэтому в случаях, если вы переходите на новую систему учета и возникла необходимость корректировки ранее переданных мероприятий, то вам нужно знать о том, что есть поле «Идентификатор», к которому система автоматически обращается при корректировке. И он должен совпадать с изначальным идентификатором. Поэтому вам нужно при переходе на новую систему корректно перенести данные, которые вы передали в пенсионный фонд. Есть механизм импорт сведений о трудовой деятельности. Это обработка, посредством которой нужно переносить ранее переданные сведения. Кроме того, механизм по введению электронных трудовых книжек расширяется. Мы можем теперь регистрировать кадровые мероприятия, произошедшие до 2020 года. Тут тоже появилась настройка в кадровом учете. Кроме того, есть возможность, появилось использовать для мероприятия прием-перевод увольнения два документа основания. Как это выглядит в программе? Мы открываем кадровый перевод. И здесь появилась гиперссылка второй документ основания, где мы в произвольной форме можем указать второй документ основания. В документах регистрации трудовой деятельности такая возможность также есть. Это кнопка «Еще» показать второй документ основания. Ну, отметим, что в связи с коронавирусом появилось очень много настроек в учете нерабочих дней в системе. Ну, на первый взгляд может показаться, что это дела давно минувших дней, но здесь у нас вопрос расчета среднего заработка остается актуальным. И тут вот появилась настройка, учитывать или нет нерабочее время и суммы в среднем заработке. Ну, и появилось письмо труда, который ответил на этот вопрос, что не нужно учитывать, но есть нюансы, что, например, для начислений, которые слабо связаны с нормой времени при оплате труда, например, при издельных работах, суммы нужно полностью учитывать при расчете среднего заработка. Вот для таких случаев в настройках начисления на закладке средний заработок появился флажок «Учитывать полностью в месяцах, в которых есть нерабочие дни». Это значит, что при расчете среднего заработка по данному виду начисления сумма будет учитываться в полном объеме. Ну, давайте посмотрим этот случай на примере. У меня есть отпуск сотрудника. Напомню, что 24 июня у нас был нерабочий день. по настройкам в системе. Сейчас документ откроется. И если мы посмотрим, как у нас был рассчитан средний заработок, нас интересует июнь месяц, то мы увидим, что отработанных дней, количество дней было уменьшено на один день. Норма 21, в системе было учтено 20 дней. А сумма была учтена полностью у сотрудника. И вот здесь можно вывести данный отчет по расчету среднего заработка в системе. И здесь вот видно лучше, что заработок был за июнь месяц 21 тысяча, но было учтено 20 дней. То есть дни уменьшились при расчете среднего заработка, а сумма осталась прежняя. Вот за это отвечает эта галочка. Пойдем дальше. И здесь, если вы задним числом решили исправить настройки в каких-нибудь начислениях, то нужно помнить о том, что у нас есть специальная обработка. Это обновить данные для расчета среднего заработка, который автоматически пересчитает данные по новым правилам. И документы по расчету заработка перепроводить не нужно. Пойдем дальше. Дальше у нас появилась настройка в отчетах расчетный листок. Можно не жалеть бумаги. Каждый расчетный листочек будет печататься на отдельном листе бумаги. Зачем я рассказываю про эту особенность? Наверное, для того, чтобы все-таки пользователи были у нас передовыми и использовали механизм рассылки отчетов автоматически электронных листков. Они печатали. Для настройки этого механизма нужно сделать учетные записи организации, ввести адреса электронной почты сотрудников, сделать настройку рассылки. Инструкция есть на ИТС. Там достаточно все просто, и выполнять рассылку в электронном виде. Ну и как программа поймет, что для каждого сотрудника нужно отправлять его данные, в настройках рассылки нужно выбрать пункт «Свой отчет для каждого получателя». И в этом случае каждый сотрудник будет получать свой расчетный листок. Дальше посмотрим на настройки для указания кода дохода и удержанных сумм при выплате зарплаты через банк. Здесь тоже интересная настройка. В каждом виде начисления на закладке «Налоги, взносы, бухучет» появилось поле «Вид дохода для исполнительного производства», где мы указываем один из четырех видов дохода, которые должны перейти дальше в ведомость банк. Но тут есть нюанс. В инструкции это написано, что программой это поле было проставлено значение автоматически на основании вида дохода. Поэтому здесь вам нужно будет вручную проверить те виды дохода, которые программа проставила автоматически, потому что может быть так получится, что некоторые виды начисления просто не попали у вас в базу для расчета исполнительных листов. Дальше посмотрим новый порядок работы с документом отпуска в случае переноса отпуска в связи с банничным листом. У меня есть пример в базе. Давайте посмотрим. Вот, например, у нас есть отпуск, который был прерван банничным листом. И согласно новому порядку, так, это доктор Пилюлькин, вот он ушел в июле в отпуск, и в периоде нахождения в отпуске он оформил больничный лист. В этом случае, если раньше документ больничный лист делал сам исправление на период, который совпадал с отпуском, то теперь здесь другая последовательность. для того, чтобы правильно рассчитывался НДФЛ при оформлении больничного листа, когда вы указываете период больничного листа, программа сама видит, что в этот период был зарегистрирован отпуск, она его видит и предлагает сделать документ исправления отпуск. Вы должны согласиться, да, я хочу продлить или исправить отпуск, перенести, может быть. Программа автоматически формирует второй экземпляр документа отпуск, в котором уже в этом втором экземпляре на закладках формируются новые начисления, новые продления переноса отзыва и пересчет прошлого периода. То есть новый документ отпуск, он стормирует свой старый. После того, как вы сделали исправление, уже вы имеете право провести больничный листок, и в итоге у нас получается три документа, два отпуска и один больничный лист. В этом случае тогда НДФЛ будет рассчитываться и отражаться в формах 6 НДФЛ корректно. Дальше. Ну вот здесь на слайдах я показываю, каким образом у нас происходил пересчет больничного листа. Ну дальше из таких новых возможностей реализован механизм смены подписи в документах. То есть система предлагает менять подписантов несколькими вариантами, что да, теперь всегда будет указан человек подписывать, нет только там для документов приема или нет и запоминать. И данные настройки можно делать локально в документах, либо сделать автоматическую работу такой подсистемы в персональных настройках, задать правила, которые будут работать всегда для пользователя. И хотелось бы рассказать про механизм реализованный в фирме 1С для досрочного выхода сотрудника из отпуска по уходу за ребенком. Есть ошибка, которую многие допускают пользователям. Если сотрудница досрочно выходит на работу из отпуска по уходу за ребенком до полутора лет, то как сделать так, чтобы сотрудница получала плановое начисление, но в то же время за ней сохранялись выплаты по отпуску, по уходу за ребенком. Да, есть документ, который называется «Изменение условий оплаты отпуска по уходу за ребенком». Его нужно внести, ввести в систему. На закладке «Начисление» нужно отметить галочки, что мы изменяем, применение плановых начислений и будем применять плановые начисления. Мы их укажем. И данный документ после приведения, он назначает плановые начисления, и помимо выплат по отпуску, по уходу, будут назначаться плановые начисления, которые мы в этом документе зарегистрируем. Но как вы думаете, какую ошибку многие пользователи допускают при работе с этим механизмом? Ведь сотрудник, если он выходит на полную ставку, полное время, он теряет право на получение начислений по отпуску, по уходу за ребенком. Многие забывают в систему вводить кадровый перевод, где мы указываем, что сотрудник переходит на работу на полставки и что нужно поменять график на неполное рабочее время. В этом случае тогда данный переход будет осуществлен грамотно. Далее хотелось бы напомнить, что появились относительно недавно новые отчеты, начисленные доходы в отчетности по НДФЛ, начисленные и полученные доходы для автоматической сверки данных отчета РСВ и 6 НДФЛ, ну и для нахождения данных по начисленным, удержанным и выплаченным суммам по 6 НДФЛ. Помните об этих отчетах, они значительно упростят вашу жизнь. Далее. Ну, по всем вопросам, которые у вас возникли, вы можете обращаться также в учебный центр Кадрлайн. У нас проводятся курсы по конфигурациям 1С. И если какие-то вопросы у вас возникли, пишите, пожалуйста, к нам. На все вопросы я отвечу, мы созвонимся с вами и постараемся ответить. Ну, а мой вебинар закончился. Благодарю вас всех за внимание. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok